Приветствую вас, знаете, могу очень хорошо понять вас, вы действительно не понимаете, что вам дальше делать, пребываете в некоторой такой распределенности относительно того, как строить дальнейшее свое поведение и в отношении мужчины, и в отношении того себя. Ну, первое, что можно сказать, то, что ваш молодой человек оказался не совсем добропорядочным, не совсем надежным и не совсем, я бы сказал, честным. И, связано это с тем, что он, говоря о том, что вы его вторая половинка и, в общем, проявляя себя с романтичной точки зрения, он, тем не менее, хотел с вами переспать. И, когда вы дали ему отказ, он моментально сам устранился. Он не захотел вас даже завоевывать, он не захотел даже вкладывать что-то в то, чтобы добиться вас, чтобы провести время. Хотя, в действительности, я думаю, что прояви его немножечко больше терпения, прояви он чуть больше обходительности, и вас могла бы быть близко. Но, тем не менее, он не захотел даже этого. И это говорит о том, что, к сожалению, все слова вашего молодого человека были ложью. Что он говорил вам неправду. Что он просто хотел провести с вами время и не желал в определенных отношениях. Вам, в этой ситуации, необходимо, первое, перестать, если вы хотите этого, перестать, пытаться наладить связь. Перестать пытаться с ним поговорить, потому что это ни к чему не приведет, кроме каких-то ложных обещаний, поново, или отговорок. И постараться жить дальше, занимаясь себя общением, занимаясь себя делами какими-то, и так далее. В действительности, вам нужно делать только это. В будущем, в будущем, рекомендую вам поступать так же, проверяя тем самым искренним отношениям с мужчиной. Потому что, если человек настроен серьезно, то он, конечно, не умаляя роли секса, судя будет настроен на то, чтобы просто быть с вами. Так как секс, это, безусловно, важная черта, важная, но не единственная. И не нужно, наверное, говорить, что на одном сексе отношения не построят. Жарко, что с вами так получилось. Очень жарко, что мужчина вас обманул. Но я думаю, что вы сами хотели получить серьезных отношений. Вы сами хотите, собственно говоря, близиться с мужчиной. Сами хотите быть с кем-то. Вам просто нужно немножечко более грамотно, более взвешенно оценивать то, что человек к вам проявляет. И проверять мужчину, понимая при этом, что если он отказался от вас, вот как в этой ситуации, это, не в полном случае, не ваша проблема. Это целиком и полностью ответственных мужчин. Если он перестал пытаться с вами что-то построить и говорить о том, что что-либо он и не хотел изначально ничего к вам не чувствовать, либо посчитал, что недостойный. И в том и в другом случае, как вы понимаете, ответственность лежит не на вас, а вам, в свою очередь, необходимо продолжать развиваться, продолжать заниматься своими делами, реализовываться, удовлетворять свои интересы, потребности, чтобы быть самостоятельной, независимой, чувствовать, что вы значите что-то, что вы привлекаете мужчин и так далее. Дабы построить свои отношения с тем человеком, который оценит вас по достоинству. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо. 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 Спасибо.